Здесь набережная Шпрее, там вдали Александр Плац с стилизованной башней. И здесь тоже какое-то правительственное здание. Тоже очень красиво все оформлено. Вон здесь тоже мемориальные какие-то кресты, тоже, видимо, перебежчики были здесь убиты в какой-то момент. Потому что через Шпрее переправили. Здесь как раз вот пунктик такой, что здесь граница западного и восточного Берлина находится. Здесь всегда были перебежчики, люди, которые хотели покинуть восточный Берлин. Но вот такие вот интересные экскурсии велосипедные. Здесь можно снять велосипед, очень много предлагают разные фирмы. Но в среднем 10 евро за день можно снять велосипед. Группам очень удобно с гидом прокатиться. Вообще-то мы сейчас вот со своей подругой, мы сейчас гуляем пешком. В прошлый раз мы все вот это центральный Берлин практически за сколько? Мы вышли в 9 или в 10 часов и вернулись в 9. В общем, за 12 часов мы все основные монументы прошли. Даже охватили то, что не думали. Мы хотели в основном пройтись по восточному Берлину, но мы и западные охватили. Так называемый Кудам, этот Курфюнстендам, со сломанной церковью, Гедехнескирхи, мемориальная церковь. Даже мы туда успели, все за день вложились пешком. Вот, поэтому на велосипедах это один день достаточно, чтобы все увидеть. Ну вот, мы двигаемся по набережной Шпрей. Здесь вон, кстати, интересное здание такое, АРД. Это одна из телевизионных станций. Одна из центральных телевизионных станций Германии, Берлина. Вон там оно, такое красноватое здание. Всё, и мы направляемся в сторону Александрплац. Ну, по пути еще увидим какие-то интересные моменты. Вот тоже какие-то разрисованные. Здесь за этим забором идет стройка. Ну, очень интересно какие-то тут рисунки смешные. Ибо она пустая. Всё. Ну, продолжаем нашу экскурсию. Вот здесь мы приближаемся к Фидрихстрассе. Это одна из улиц самых популярных, на которой находятся основные магазины. Тоже люди делают шоппинг здесь, покупки. Вот здесь станции тоже всяких катеров-травайчиков, экскурсионных, которым вы можете пригодить шпрей. И здесь, с левой стороны. Мы пойдем влево. А, я помню еще свое время. Мы там их будем проходить мимо. Еще покажу поближе. Фридрихштадт-Палас. Ты слышала, Жень? Фридрихштадт-Палас. Вот, мы сейчас будем проходить. Ой, это Фридрихштадт-Палас. Откуда все репортажи всяких там, я не знаю, берлинских кабарей и прочее-прочее. Я один раз так, кстати, была там на концерте. Вот мы направляемся туда. Здесь вот эти здания, кстати, тоже. Ресторан-кафе, вот это, Мелия, Берлин. Это все недавние постройки относительно. Тут, думаю, это лет 5. Ну, вот это здание достаточно уже. Ну, мы двигаемся дальше. Ну, вот Фридрихштадт-Палас. Приближаемся. Он уже, конечно, не такой. Паббешок? Да, уже немножко слеплый такой, честно говоря. Ну, на фоне новых построек, конечно, следы былой славы. Когда я внутри была, тоже лет 5-7 назад, ходила на спектакль. Там, конечно, эти бархные кресла уже достаточно облезлые. Ой. Все. Ну, вот. Кому интересно. Кому интересно, вот он, Фридрихштадт-Палас. Мы двигаемся дальше, в сторону Александра. Вот хочу здесь показать специально. Здесь вот ремонт труб происходит. Это траншеи. И вот это вот всегда так. Ремонт делается таким образом. Вот этот траншея всегда оформляется внутри, как это называется, да, досками для того, чтобы было безопасно, чтобы люди не упали. Вот эти вот всякие мостики. Вот. Никогда, никакая стройка, ремонтные работы здесь не бросаются на самотек. Все вот эти загородки, чтобы люди, пешеходы не свалились внутрь. Ну, все, как говорится, по уму. Все. Вон как трубы здесь. Я не знаю, полностью ли они трубы меняют или какой-то ремонт. Ну, вот такого плана интересного. Здесь Берлин-Мито. Часть восточная Ураненбурга-страссы. И вот здесь вот здание какое-то хиппио. Сейчас они, правда, похоже, реставрируют. Посмотрим, есть еще открыто. Здесь какие-то артисты находились. Сварщики какие-то скульптуры делали металлические. И вот, наверное, это от них что-то осталось. Или, может быть, это уже используются для стройки. Но что-то, похоже, все закрыли. Но здесь очень оригинальная такая была конструкция. Какой-то заброшенный дом. И здесь вот эти вот какие-то авангардные артисты совершали свои труды. Сейчас посмотрим. Может быть, вот этот вход еще. Не, похоже, закрыто. Раньше это было на распашку. Знаешь, закрыли эту. Да, закрыли. И вот здесь вот. Даже вон колечуют полу. Я помню, да, сюда входили свободные входы. Ну, какие-то здесь были ателье, мастерские художников и вот скульпторов каких-то, да. Все, наверное, будут делать из этого здания что-то более стильное. Ну, вот здесь какая-то вот была восточная артишка хиппи. Ну, мы двигаемся дальше в сторону Александра Плата. Ну, да, туристский сезон еще не начался. Ну, летом здесь очень много туристов. Ну, мы выставили уже свои столики, зонтики. Ураненбургерстрассе. Мы приближаемся к центральной синагоге. Слева от нас. С-бан. Вот это символ С-бана. Это значит внешняя, воздушная, как сказать, электричка. Ну, она как метро считается. Ну, метро подземная Убан, а это С-бан, она надземная. Ураненбургерстрассе. Вот, с левой стороны, центральная берлинская синагога. Ураненбургерстрассная. Ураненбургерстрассная. Такие-таки местечки, кафе, магазинчики. Вот она синагога. Мы субъездились к ней. Она действующая. Ну, сейчас, правда, закрыта, но, по сути, должно быть действующая. Вот она, легендарная башня телевизионная в Берлине на Александр Плац. О, это старинная церковь. Музыка здесь. Не похоже, что мы в Германии. Ну, вот здесь такая Германия, кстати говоря. Здесь небольшой парк рядом с башней. А вот это так называемый Котехаус, Красный Дом. Это основная мэрия города Берлила. Вон там, ну, против солнца, Берлинардом. Такой же монумент, достаточно знаменитый. Да, как эта церковь называлась? Берлинардом. Басня. И мы сейчас двинемся в сторону квартала Принц-Лаудерд. Там очень много всяких кафе-ресторанчиков. Квартал, любимый квартал молодежи, такого типа хиппи, свободные художники. Вот мы туда двинемся, смотрим, что там новенького. Принц-Лаудерд-Лаудерд. КОНЕЦ. 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 Продолжение следует...